В студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте! В эфире программа «Законодатели». Программа о тех, кто принимает значимые решения для социально-экономического развития Ненецкого округа и повышения уровня жизни населения региона на федеральном, региональном и местном уровне. Сегодня в выпуске. В окружной столице прошел традиционный ежегодный семинар для глав муниципальных образований Ненецкого округа. Завершением продуктивной рабочей недели стала встреча сельских управленцев с представителями собрания депутатов. Обеспечение жильем оленеводов и чум работницы округа обсудили на заседании постоянной комиссии по делам Ненецкого и других молодчисленных народов Севера, экологии и природопользования, собрания депутатов. В ходе обсуждения проблем в сфере окружного здравоохранения депутаты собрания Ненецкого округа выработали ряд рекомендаций в адрес государственных исполнительных органов. В Москве состоялся съезд Единой России. На съезде партии были решены многие кадровые вопросы и определены основные направления развития в будущем. Участие в съезде приняли делегаты от Ненецкого округа. В работе съезда приняли участие спикер регионального парламента Александр Лутовинов, заместитель председателя Максим Арбузов, депутаты Госдумы от Ненецкого округа Сергей Коткин и Михаил Кисляков, сенатор Денис Гусев. На съезде был представлен отчет о работе партии за пять лет. Подведены итоги избирательной кампании 2021 года. Утверждены планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу. В соответствии с уставом прошло переизбрание руководящих в центральных органах «Единой России». Избранный председатель партии Высшего и Генерального Совета в члены комиссии по этике, а также сформированы составы Генерального и Высшего Совета в Центральной контрольной комиссии. В режиме ВКС с делегатами съезда пообщался президент России Владимир Путин. Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный стал временно исполняющим секретаря Ненецкого регионального отделения партии «Единая Россия». Региональное отделение одновременно возглавили сразу 12 глав субъектов Российской Федерации. Юрий Бездудный будет наделен полномочиями секретаря на региональной конференции, которая пройдет в начале следующего года. К другим новостям. В окружной столице прошел традиционный ежегодный семинар для глав муниципальных образований Ненецкого округа. Завершением продуктивной рабочей недели стала встреча сельских управленцев с представителями собрания депутатов. В рамках учебно-консультационного семинара с главами муниципальных образований традиционно провели парламентский час, в рамках которого рассмотрели вопросы взаимодействия органов местного самоуправления в собрании депутатов Ненецкого округа. Такие встречи проходят ежегодно. Почему? Потому что необходима обратная связь. Те же главы – это избиратели, которые живут на селе. Они знают лучшие проблемы. И для нас очень важно для того, чтобы было развитие не только города, но и развитие сельских поселений. В сфере государственного устройства обсудили вопросы о наделении полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры и спорта, которые ранее в соответствии с 95 окружным законом были переданы на региональный уровень. Мы обсудили вопросы полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления. В 2014 году они были перераспределены. И сейчас мы ведем полномерную работу. Какие-то из полномочий мы вернули на уровень района, какие-то полномочия мы вернули на уровень округа. К примеру, это полномочия по обращению с отходами с уровня сельских поселений были переданы на уровень района. Потому что эти вопросы сельские поселения сами решать не могут. Кроме того, рассмотрели вопросы об обеспечении жителей населенных пунктов бензином, так как стоимость топлива в поселениях очень высокая из-за логистики труднодоступного субъекта. Мы знаем, что стоимость бензина очень высокая. Это объясняется доставкой. И субсидировать доставку на сегодняшний день мы не можем. Как законодательный орган мы выходили с инициативой законодательной в Государственную Думу, через парламентскую ассоциацию. Но этот вопрос правительство и счетная палата не поддержали. Но мы не опускаем руки. И буквально на декабрьской сессии, 16 числа, мы направим обращение в правительство Российской Федерации с просьбой опять же дать нам возможность субсидировать доставку. Но будем работать в этом направлении. Один из самых важных вопросов, волнующих и глав сельских поселений, и депутатов регионального парламента, это вопрос обращения с твердыми коммунальными отходами в труднодоступных сельских населенных пунктах. По 89-му федеральному закону, если этот мусор не утилизируется на местах, его необходимо вывозить на полигоны, где он будет в дальнейшем утилизироваться, обезвреживаться. Таких полигонов у нас в округе нет, но в любом случае сел этот мусор нужно вывозить. И ежегодно мы тратим более 50 миллионов, но только на то, чтобы его привезти морем из сел в город. Наше предложение все-таки проработать опыт северных регионов, посмотреть по утилизации этого мусора на местах. Это мусоросжигательные установки. В общем-то, есть такой положительный опыт в республике Саха-Якутия, они сейчас ее тестируют. Поэтому эти вопросы сейчас район прорабатывает. Одна установка экспериментальная сейчас стоит в селе Несь, смотрит ее экономическую обоснованность, то есть в дальнейшем поиспользованию. Ну и дальше будем эти вопросы опять же прорабатывать. Было очень интересно послушать по поводу отходов ТПО, то есть чтобы их непосредственно можно было утилизировать на территории и не доставлять морским путем в город каждый год, ну каждый один из месяцев. На встрече глав муниципальных образований с депутатами собрания были рассмотрены изменения в окружной бюджет на 2021 год, а также параметры бюджета на следующий год и плановый трехлетний период. Очень много вопросов было, когда мы обсуждали проект бюджетом, выходили вместе с департаментом финансов на ВКС, главы муниципальных образований с депутатом, обсуждали это. Значит, сейчас прошло обсуждение нулевое чтение на площадке администрации, затем мы уже прошли депутатские слушания, и у нас выработаны некоторые рекомендации. Мы сегодня опять же обсудили также с главами, что бы им еще необходимо было. Ну и вот таким образом, если мы будем выстраивать работу, то на самом деле тогда будет толк, потому что невозможно что-то сверху делать, необходимо, чтобы инициативы были все снизу. Обсудили и реализацию мероприятий региональной программы снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Ненецком округе, а также принятие программы комплексного развития сельских населенных пунктов. Мы также говорили о программе комплексного развития сельских территорий. Значит, у нас она разработана уже практически. Губернаторам было в свое время два года задано задание для того, чтобы это была программа. Она сегодня появилась. Мы должны еще более подробно обсудить с заполярным районом и с главами, потому что основная задача – это для того, чтобы сохранить 25% жителей на селе от общего численности. Это в целом программа стоит в Российской Федерации. И каким образом это можно сделать, если будет развитие инфраструктуры, если будет строительство жилья, если будет строительство социальных объектов. Поэтому все эти вопросы включены в эту программу. То есть в этой программе идет в целом развитии муниципальных образований, и в некоторых муниципальных образованиях есть по несколько поселений. То есть в каждом поселении должно присутствовать что-то для того, чтобы наши… Мы же говорим о том, что сельским жителям мы оказываем поддержку, специалистам. Но никто из молодых специалистов не поедет на село, если не будут созданы условия. Ведь это так. Поэтому мы должны комплексно подходить ко всем мероприятиям. То есть мы должны поддерживать их, и мы создавать условия для их проживания. Руководитель Департамента природных ресурсов и экологии АПК Альберт Чабдаров рассказал о проведенной работе в рамках получения федерального финансирования на реализацию мероприятий программы Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». Предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета регионам на обеспечение комплексного развития сельских территорий. В сентябре 2021 года прошел конкурсный отбор проектов по направлению благоустройства. Вниманию конкурсной комиссии было представлено 11 проектов. Победителем признан Пешский сельсовет. У муниципалитета два проекта – устройство деревянных тротуаров в селе Нижняя Пеша и установка консолей на опорах уличного освещения в деревнях Верхняя Пеша и Волоковая. Проекты будут реализованы в 2022 году. Объем финансирования составит 1 миллион 600 тысяч рублей. Что касается направления «Современный облик», то здесь более значимое финансирование – 323 миллиона из федерального бюджета. Однако только на 2024 год будут реализованы два проекта – реконструкция тепловых сетей в Харуте и целый комплекс мероприятий в Харивере. Эти проекты набрали достаточно баллов, чтобы пройти отбор. Также в ходе встречи были рассмотрены вопросы о воздушных перевозках между населенными пунктами округа и субсидировании стоимости местных перевозок. По мнению депутатов и глав сельских поселений, благодаря таким предметным встречам вырабатываются совместные решения органов местного самоуправления и государственные власти Ниньцкого округа на будущее. Вносятся коррективы в региональные программы с учетом предложений глав муниципалитетов. Я считаю, что вообще в любом случае такие очные встречи, они всегда имеют важный практический эффект. То есть у нас, как у глав муниципальных образований, есть непосредственно возможность встретиться с депутатами, с депутатами, которые выбраны от наших территорий, обсудить насущные вопросы и проблемы, узнать все новые изменения. В свою очередь председатель постоянной комиссии по экономической политике и бюджету регионального парламента Наталья Кордакова отметила, что прежде всего нужна плановость и системность в работе. Тогда будет понимание, какие проекты и когда будут реализованы, как будут развиваться села. Состоялась встреча глав муниципальных образований с депутатами Заполярного района. Руководители сельских администраций обсудили волнующие их вопросы и поддержали ряд озвученных предложений. Встреча прошла в рамках ежегодного семинара глав муниципальных образований округа. Административно и территориально все поселения входят в состав Заполярного района Ненинского округа. Глава Заполярного района Виктор Ильин в ходе заседания озвучил вопрос о необходимости проведения подобного обучающего семинара, но для депутатов муниципального уровня. Планируется организовать мероприятия на базе Совета и администрации Заполярного района с целью повышения уровня знаний сельских народных избранников в юридических и правотворческих вопросах. Главы сельсоветов такое предложение поддержали и посчитали в перспективе эффективным. Вадим Глухов, руководитель администрации Тиманского сельсовета, предложил учесть, что в 2021 году в ряде муниципалитетов пройдут выборы депутатов, поэтому семинар стоит организовать осенью, чтобы обучить уже обновленные созывы. В ходе заседания состоялась также комиссия по рассмотрению бюджета Заполярного района на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. Главы принимали участие в обсуждении муниципальных программ и через диалог смогли решить для себя некоторые спорные вопросы. Формат семинара, он уже традиционно устоялся и, естественно, конечно, у него могут появляться некие формы дополнительного участия тех или иных представителей, но на самом деле мы имеем постоянную связь, общение с главами, выезжая непосредственно и в муниципалитеты, встречаясь как с главами, как с депутатами, как с жителями Заполярного района в тех или иных муниципалитетах для решения их проблем. Естественно, эта работа, она изначально аккумулируется как раз в принятии бюджета, который позволяет в последующем реализовывать все намеченные планы. Наша задача сейчас стоит, и депутаты Заполярного района ее озвучивают, о том, что мы должны переходить на новый уровень комфортного проживания жителей на селе. Прежде всего, это обеспечение непосредственно не просто котелки топить углем, а переходить уже на центральное отопление. Это затратно, это много потребует сил со всех уровней власти, но я надеюсь, что общими усилиями мы эту тему и проблему будем решать. Поэтому хочется, чтобы как раз теплоснабжение, централизованное, как раз оно было у нас в приоритете, и мы получили хороший результат на выходе. В региональном парламенте на заседании постоянной комиссии по социальной политике обсудили реализацию программы в сфере здравоохранения. Государственная программа развития здравоохранения Ненинского округа включает в себя более 20 мероприятий, направленных на скоординированную политику в сфере охраны здоровья жителей региона. В этом году на эту программу предусмотрено финансирование за счет федерального и регионального бюджета в размере 1 миллиарда 800 миллионов рублей. В настоящее время введено в эксплуатацию 12 новых блочно-модульных зданий, фельдшерско-акушерских пунктов. Ведется прием пациентов в Иучейском, Бугрино, Амдерме, Щелино, Чижи, Верхние Пеши, Волоковой, Варник, Ангиге, Хангурее, Лабужском и Каменке. В государственной программе предусмотрена компенсация стоимости проезда для лечения, консультации и медицинской реабилитации в окружные и другие медицинские организации на территории страны. В этом году обработано 4309 заявлений и получен поезд на сумму 76 миллионов рублей. Беременным женщинам из сел предоставляется возможность бесплатно приезжать в окружные медицинские организации на обследование. На эти цели направлено порядка трех миллионов. В рамках мероприятий по охране здоровья матери и ребенка за 2021 год проведено 3602 исследования по неонатальному скринингу, представленный витаминно-минеральный комплекс для беременных женщин и кормящих матерей. Дети до трех лет получают полноценное питание, смеси, сухие каши, молоко и кефир. Двум фельдшерам и двум врачам, переехавшим на работу в медицинские организации города и поселка Искателей, выплачены компенсационные выплаты по 500 тысяч рублей. Еще двум фельдшерам и двум врачам, приехавшим работать в сельские населенные пункты, выплачены по 1 миллиону рублей. На территории округа оказывается экстренная медицинская помощь, проживающим в труднодоступных районах округа, в том числе с использованием нового воздушного судна, оснащенного медицинским модулем. В этом году осуществлено 93 вылета. Кроме того, ежегодно реализуется медико-социальный проект «Красный чум». Финансирование осуществляется за счет финансовых средств окружного бюджета и нефтяных компаний. В медицинской бригаде 11 врачей разных специальностей. В 2021 году с 3 по 13 декабря медицинское обследование получат жители поселка Каратайка. В ходе обсуждения проблемы в сфере окружного здравоохранения депутаты собрания Неницкого округа выработали ряд рекомендаций в адрес государственных исполнительных органов. По итогам заседания постоянной комиссии рекомендовала Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты обратить внимание на то, чтобы все усилия медицинского сообщества были направлены на преодоление заражения коронавирусной инфекцией в регионе. При этом есть категория наших жителей, которые нуждаются в особом внимании. Нужно заниматься лечением постковидного синдрома. Также необходимо обратить внимание на сердечно-сосудистые заболевания. Недостаточно у нас финансируется мероприятие по профилактике онкологических заболеваний. Печально, но с каждым годом эта статистика увеличивается. Существует хорошая практика, когда специалисты из крупных медицинских центров проводят обследование в Ненинском округе, напомнила председатель комиссии. Хочется отметить, чтобы эти осмотры проводились регулярно. Рекомендовали администрацию округа при распределении служебного жилья в первую очередь предоставлять квартиры врачам узких специальностей, которые необходимы округу, а также медицинскому персоналу. У нас также наблюдается нехватка не только врачей, но и медицинского персонала. По-прежнему остается открытый вопрос строительства инфекционной больницы и пристройки Кнининской окружной больницы. Мы запланировали подготовить обращение в правительство Российской Федерации с просьбой оказать содействие в решении этих вопросов. Надеюсь, что мы будем услышаны. Обеспечение жильем оленеводов и чум работниц округа обсудили на заседании постоянной комиссии по делам Ненинского и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию, собрания депутатов. В ходе заседания руководитель департамента внутренней политики Ненинского округа Лина Гущина проинформировала депутатов о том, что оленеводам и чум работницам предоставляются жилые помещения по договорам социального найма в рамках окружного законодательства. Учет нуждающихся ведет департамент внутренней политики по каждому муниципальному образованию. Всего на начало декабря этого года в очереди находится 62 человека. С учетом членов семьи 222 человека. Больше всего нуждающихся граждан проживает в НИСИ. По информации департамента с 2015 по 2021 год предоставлено 21 жилое помещение оленеводам и чум работницам в Красном, ОМИ и НИСИ. Обеспечены жильем 70 человек. В 2022 году запланировано обеспечить жильем тружеников тундры в ОМИ и Нальминомносе. Ведутся переговоры с застройщиками по строительству и приобретению жилья в Виндике и НИСИ. Были отмечены направления, которые еще необходимо подработать. В первую очередь депутаты предложили рассмотреть возможность вернуться к предоставлению прямых субсидий оленеводам, для того, чтобы они могли сами строить жилье, как это было когда-то. Не только получать готовое, но и самим строить. Как было отмечено на комиссии, потребность в жилых помещениях на селе возрастает, семьи растут. Какие меры помогут ускорить жилищное строительство? Также был рассмотрен проблемный вопрос, связанный с формированием земельных участков в сельских населенных пунктах нашего округа. Были отмечены основные направления по его решению. Ситуацию будет держать на контроле окружное собрание. Как отметила глава администрации Заполярного района Надежда Михайлова, земельные участки на селе есть, но требуются большие финансовые средства для их подготовки. Что касается существующих неиспользуемых участков частных собственников, то работа в этом направлении ведется. В собрании депутатов Ненинского округа под председательством Натальи Кордаковой состоялось заседание постоянной парламентской комиссии по экономической политике и бюджету. На заседании комиссии депутаты рассмотрели поправки в проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненинского округа. Проект бюджета фонда на 2022 год депутаты приняли в первом чтении 23 ноября. Необходимость внесения поправок вызвана уменьшением размера межбюджетного транспорта из окружного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в результате уточненных расчетов. Таким образом, межбюджетный транспорт, получаемый из бюджета Ненинского округа с учетом поправок губернатора уменьшен на 4 миллиона 800 тысяч рублей и составит около 38 миллионов. В результате поправок прогнозируемые общие объемы доходов и расходов фонда составят на 2022 год 2 миллиарда 100 миллионов рублей. Как рассказал директор территориального фонда Алексей Меринов, в системе обязательного медицинского страхования региона в 2022 году планирует осуществлять свою деятельность 11 медицинских организаций и одна страховая медорганизация «Капитал медицинское страхование». Численность застрахованных лиц на 1 января 2021 года составляет 43 228 человек. На выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования предусмотрено 2 миллиарда рублей из федерального фонда. Алексей Меринов отметил ежегодный рост субвенции для Ненинского округа за счет увеличения федерального финансового норматива и коэффициента дифференциации, предусмотренного для округа. На оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным жителям округа, в других субъектах запланировано порядка 190 миллионов рублей. Более 60 миллионов на оплату стоимости медпомощи, оказанной в округе лицам, застрахованы на территории других субъектов Российской Федерации. Более 9 миллионов на повышение квалификации медработников, приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования. В ходе обсуждения председатель профильной комиссии Наталья Кордакова обратила внимание руководителя фонда на необходимость сохранения в 2022 году в системе ОМС всех заявленных организаций. В адрес депутатов, сообщила Наталья Кордакова, поступили обращения от частных медицинских организаций по внесенным изменениям в порядок оценки эффективности деятельности медорганизации, из-за которых организации не смогут принять участие в программе ОМС. В округе существует проблема с получением медуслуг. Зачастую невозможно записаться к врачу, в том числе к стоматологу. Услуги предпринимателей могут снизить такую напряженность, особенно в ситуации с ковидом, отметила депутат. Депутаты регионального парламента и члены молодежной палаты при собрании депутатов Ненинского округа приняли участие в написании текста по истории Великой Отечественной войны. Международная акция «Тест по истории Отечества» проводится с 2015 года в рамках федерального проекта молодежного парламента «Каждый день горжусь Россией». Организатором акции в Ненинском округе выступила общественная молодежная палата при собрании депутатов. Жители региона ответили на вопросы теста очно, на нескольких площадках и в формате онлайн. Участие в проекте приняли также жители пяти населенных пунктов округа. Данная акция направлена на историческое просвещение молодежи, на сохранение и поддержание исторического наследия и знание тех событий, которые происходили в годы Великой Отечественной войны. Пройти тестирование с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, установленных Роспотребнадзором, жители города могли на площадке Ненинского округовического музея. От собрания депутатов округа в акции приняли участие депутаты Александр Чурсанов и Андрей Попов. Участникам тестирования было предложено ответить на 30 заданий, посвященных военным событиям, военачальникам, партизанскому движению, культуре, жизни в тылу и другим. Депутат Александр Чурсанов старается всегда принимать участие в таких мероприятиях, поскольку считает, что историческая память для нашего народа бесценна. В его семье воевал дед, семья у деда была большая и все 10 братьев ушли на фронт, рассказал депутат. Всего в Ненинском округе тест по истории Великой Отечественной войны написали более 2000 человек. Все участники получили специальные сертификаты. В Ненинском округе проведение акции приурочили ко дню памяти неизвестного солдата. Напомню, во знаменовании 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, практ неизвестного солдата был перенесен 3 декабря 1966 года из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе в столицу и торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. С 2014 года памятная дата приобрела статус официальной. Это была программа «Законодатели». Очередной ее выпуск выйдет в эфир на следующей неделе. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин